Ну как? Я выгляжу как человек, которого ждет повышения... Ты кто? Не подходи, у меня нож! Ну, Мариш, ты что? Это же я, Игорь. Игорь? Господи. А что ж ты не сказал, что тебя отпустили? Отпустили? Откуда? Ну как? С работы? Тут же столько всего случилось, пока тебя не было. Наташа с Юрой поженились, у Кристины с Никитой второй на подходе. Антона из тюрьмы выпустили, а Палыч... Доброе утро. Доброе. Ты чего такой заколдованный? Проходи, садись. А ты кричать не будешь? Чего это вдруг? Ну что, ты готов к съезду Ассоциации ветеринаров? Да вроде да. Волнуешься перед выступлением? Ну, для меня это не простое выступление. У меня там будет встреча с одним человеком. Он хочет инвестировать в новую ветклинику. Так что для меня это не просто пьянка, а возможность возглавить эту самую клинику. Ничего себе. Кто-то будет директором? Да, пока нет. Я в тебя очень верю. Только что у тебя за настрой похоронная? Просто опять я не смогу уделять времени тебе, Кристине, сыну. Да, ну... Это же карьерный рост. Можно даже сказать, карьерный скачок. Одно дело на палочах горбатиться, и совсем другое руководить собственной клиникой. Ну да, и зарплата другая. Вот сможем снять квартиру побольше и на машину откладывать. Ну вот. Доброе утро. Доброе. Юр, я же тебе говорила, что в этом плане я суеверная. И до рождения малыша кроватку не покупаю. А это не тебе. Это Кристине. Слушай, ну я же чувствую, что ты отдаляешься. Малыш, ты себя накручиваешь. Все хорошо. Я, между прочим, женщина. Я такие вещи чувствую. И ты вот как будто чего-то недоговариваешь. И какой-то скрытный. Да нет, тебе кажется. Да не кажется мне. Вот ты, например, обещал мне сегодня позавтракать вместе. Я тебя почему-то в прихожей не наблюдаю. Крис, так получилось. Ты скоро все узнаешь. Целую, пока. Мои взгляды распространяются и на мою дочь тоже. Натусь, послушай, ну я правда уважаю твои взгляды. Очень. Мне просто захотелось сделать что-то приятное Кристине. К тому же молодежь сейчас не такая суеверная. Ну пусть она сама решает, что делать с этой кроваткой. Ой, я совсем забыл о детской подушке в машине. Я быстро. Юра, ну я не буду здесь стоять и охранять. Следующий. Сынок, флюорографию делать будем? А, что? Сынок, ты после рентгена слух проверь. Следующий. А, извините. Разгар рабочего дня ты даже не претворяешься адекватным. Никак не могу выбросить из головы Софи. Сейчас воссоздаю обстановку встречи. Читал где-то, что так можно стимулировать воспоминания, восстановить детали. Может, она говорила, где работает. Это мне еще нужно доплачивать за то, что я с тобой работаю. Так, дружище. Так, дружище, результаты будут не сразу. Ты приходи завтра. Я тебе и селфи твоих легких отдам, и медзаключение. Я так больше не могу. Ты на зарплату врача жить пробовал? Вот и не жалуйся. Я своей девушке изменил с ее лучшей подругой. Подумаешь. Ну, поцеловался на дискотеке с другой. И что? Скажи, что в темноте перепутал. Ей рожать через два месяца. Да. Я вот по врачам хожу, хочу сюрприз ей сделать. Присутствовать на родах. Чтобы за руку ее держать, когда она тужится будет. Только вот, как я буду ей в глаза смотреть? Кому? Девушке или подруге? Ладно, извините за сопли. Присядь, присядь. Присядь. Послушай. Никита, ну ты не раскисай. Ну, разное в жизни может случиться. Ну, ты же не убил никого в самом деле. Ну, да. Что, думаете, стоит признаться? Да. Давай, признавайся. Просто из-за таких любителей правды, как ты, девки сразу своих дедов в дом малютки несут. Потому что ненавидят их точно так же, как и их отцов. Ты этого хочешь? Нет. Нет. Нет, конечно. Поэтому рот на замок и терпи. Поверь. Все мы не идеальны. Это я тебе, как рентгенолог, говорю. Здрасте. Папа у себя? Да, но он занят немного. Ладно, я подожду. Может, хочешь кофе? Кофе? Беременным пить нежелательно. Это так, на всяких случаях, чтобы вы знали. Воды можно? Значит, ты говоришь, что когда мама была беременна мной, ты не приставал ее любить. Ты что? Я стал любить ее еще больше. Мне казалось, что я готов ее раздавить. Так мне хотелось ее обнимать, целовать, тискать. Я уверен, что Никита тоже тебя любит. Ну, просто ты сейчас все очень остро воспринимаешь. Ну, не приехал он на завтрак. Ну, может, он готовит тебе какой-то сюрприз? Я чувствую, что нет. Ты понимаешь, он... Ты понимаешь, он... Он какой-то скрытный. Как у тебя дела, Софи? Ой, я все время об этом придурке думаю. Ну, с одной стороны, это же Антон. Ну, о какой симпатии может идти речь? А с другой... У меня с ним было так хорошо. Слушай, а если этот Антон и есть тот самый алмаз? Да, он неотесанный, да, валяющийся в пыли, но алмаз. Стоит только взять тряпочку, потереть его и вуаля. О-о-о, тебе только такую тряпочку найти, чтобы Антона оттереть. О-о-о! Круто, скажи. Угощайтесь. Спасибо. Это точно съезд ассоциаций ветеринаров? Раньше как-то менее празднично было. Ну, организаторы решили немножко изменить формат с целью увеличения привлекательности для инвесторов. Понятно. Вы знаете, я сегодня с докладом выступаю, поэтому с целью сохранения своей привлекательности я пока не буду пить. А-а-а, а я буду моей привлекательности ничего не мешать, да? Давайте вы сперва обсудите этот вопрос с Александром Петровичем, а потом будете звонить и отвлекать меня. До свидания. Я знала, где тебя найти. Ну что, пообедаем? А? Или ты выше этого? Она обижена, их балконы падают. Наташ, я не столько обижен, сколько удивлен. Удивлен, что такая женщина, как я, может быть, суеверный? Угу. Нет. Вернее, не только. Я думал, что ты отложишь в сторону свои суеверные принципы и поможешь мне наладить отношения со своей дочкой, которой я не нравлюсь. А-а-а, откуда ты взял, что ты ей не нравишься? Да она сама мне это сказала. Ммм. Оливье с ананасами. Это ты помогала маме готовить. Только не надо со мной ее отношения налаживать, ладно? Я улыбнулась, потому что, ну, чтобы мама не расстраивалась. Юра, я очень хорошо знаю свою дочь. И если бы ты ей не нравился, об этом бы знали все вокруг. Уж кто-кто, а она умеет показать свое недовольство. Думаешь, я за ее переживаю? Конечно. Она просто пошутила. Поверь, все мы не идеальны. Это я тебе как рентгенолог говорю. С кем переписываешься? Сыркой. Если проверю. Смотреть уже и переписки очень некультурно. То есть тебе есть что от меня скрывать? Нет. Вау. А по лицу ты меня не хочешь ударить? Как потенциальную изменщицу? Нифига себе, джекпот. Абдул-Азиз. Hello, beautiful. Абдул-Азиз, серьезно? Ты что, под общагами до университета часто тусуешься? Он написал такое сообщение всем девочкам в моем классе. И даже некоторым мальчикам он не очень разборчивый. Крис. Крис. Крис, ну извини меня. Я не знаю, что на мне нашло. Ты хочешь меня бросить, да? Ты только что приколупался к какой-то переписке. Только для того, чтобы причина была. Потому что, когда я стала беременным кабаном, я тебе больше не интересна. Крис. Крис, я тебя очень, очень люблю. Тогда почему ты себя так ведешь? Что ты от меня скрываешь? Я не хотел тебе сейчас говорить. Ты говори уже! Я прохожу обследование, чтобы присутствовать в напарных родах. Ты это сейчас придумал? Нет. И сегодня утром я был на флюорографии. Ты меня вообще за дуру держишь! Поймите, нам нужен человек, который будет доступен 24 часа в сутки. 7 дней в неделю. Да? Иногда даже придется ночевать на работе. Ты, кстати, близких заранее предупреди. Но зато потом... Потом это все окупится. Вы знаете, тогда я тот, кто вам нужен. Я как-то целый месяц жил в клинике. Ой, Саряныч, украду у вас его на одну минуточку. Извините. Простите. Игорь Иванович, мне кажется, София где-то здесь. Да, я на этом съезде. Я был в туалете, услышал за стенкой ее смех. Тоха, тебе просто хотелось бы, чтобы она была здесь. Но какая вероятность у этого? Один? Никогда. Этого не может быть. Извините. Кристина, Кристина, ты куда? Уроки еще не закончились. А у меня физкультура, меня отпустили. Физкультура у тебя была утром. Ты чего такая грустная? Все хорошо? Мама, когда ты была беременна, у вас с папой тоже был кризис в отношениях? С Никитой что-то не поделили, да? Мама. У нас все было замечательно, просто прекрасно. Ну, прям как у Джоли с Брэдом Питтом. Ну, до развода. Ну, что случилось, говори. Никита хочет меня бросить. Он что, офигел? Это он тебе сказал? Нет. В том-то и дело, что он говорит, что любит. Но я чувствую, что что-то не так. Сонышка, это гормоны. Ты себя просто накручиваешь. Ладно, я пойду. Кристианушка, я хочу тебя спросить. Мам, пожалуйста, давай потом. Это очень быстро. Скажи, как тебе, Юра, вот как он тебе? Нравится? Главное, чтобы он тебе нравился. Это не ответ. Скажи, ну как ты к нему относишься? Никак. Никак. Он строит из себя заботливого дядю. А у меня папа есть, так что пусть не старается. Папа у тебя? Нет, он на съезде Ассоциации ветеринаров. У тебя что-то случилось? Только не надо мне в подруге набиваться, ладно? Я не набиваюсь, я хочу помочь. Трабла с Никитой. Слушай, у меня есть зефир в шоколаде и два часа свободного времени. И все, что ты мне расскажешь, уйдет со мной в могилу. Или вор, но я еще не решила. Просто... Дальнейшее изучение роли механизма психологической защиты в соотношении с клиническими характеристиками заболевания Откроет перед нами невиданные горизонты в ветеринарной медицине. Спасибо за внимание. Это Игорянчик. Вот я и нашла тебя. А вы уверены, что вам нужен именно я? Когда ты зашел в туалет, посмотрел на меня и выругался, я сразу поняла, что это вам. У меня по телу побежали мурашки. А ты хотел бы посмотреть на мои мурашки? Такое необычное сочетание пламя и темнота. Каждый раз мурашки. Может, прямо сейчас закажем фаер-шоу? Я бы смог увидеть тебя и твои мурашки, София. Неужели это и вправду ты, София? Ну да, я. Должен сказать, вы были на высоте. Спасибо. Ну что, друзья, я думаю, вопрос с директором уже решен. Простите. Простите. Секундочку. Да? Игорь, приходила Кристина, вся в соплях тебя искала. У нее там опять траблы с Никитой. А ты чего радуешься? Я радуюсь, потому что я с ней подружилась. А что у нее случилось? Да уже все нормально. Мы поговорили, все хорошо уже. А ты как? Ты лучший? Да, я самый лучший. Прости, я позже наберу. Прекрасное выступление. Прекрасное. Предлагаю поменять обстановку на более подходящую для подписания договоров. А то тут как-то уже не комильфо. Эли вырос с этой работы. Это что такое? Это значит, я пока там на работе вкалываю, ты тут с любовником развлекаешься? Па, ты чего? Это я. Мы семь лет назад виделись, когда у тебя был выходной. Это что? Наш сын? Вообще-то это наш сын. Пап, ты чего? Ты же нас всех собрал здесь вместе, потому что у тебя было пару свободных часов. Ты забыл? Игорь! Игорь! Ты идешь? Пошли, ребята. Пошли. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Уже ты мог пойти против моих принципов только ради того, чтобы понравиться Кристине? Да, я был готов. Ну, во-первых, потому что я не понаслышке знаю, каково это добиваться расположения ребенка. А во-вторых? А во-вторых, я готов пойти на все, чтобы быть с тобой. Даже если нужно будет пойти против твоих принципов. Ну что, куда дальше? К тебе? В смысле ко мне? У меня дома мама и там все такое. Ты живешь с матерью? Ну да. Я же тебе рассказывал тогда на нашем свидании вслепую. А, с фантазией тебя все в порядке. Я это в мужчинах ценю. Да? Да. А еще мне нравится, как ты меня называешь? Софи. В этом есть какой-то шарм, да. Только не говори, что ты не София, а? Не, ну по паспорту я София. Еще мне называют Софа, но могу быть и Софи. А это не так принципиально, да. Ага. От секса с директором битклиники. Не знаю. Я отказался. Как это? Ты же так хотел. Хотел. Но больше всего я не хочу упускать таких важных моментов в своей жизни. Для меня очень важна твоя жизнь. Жизнь моих очень быстро подрастающих детей. Ни должность, ни деньги это не окупят. Субтитры сделал DimaTorzok Не слушай никого. Если ты остро все ощущаешь, значит ты наоборот чувствуешь людей лучше, чем обычный человек. Слушай только себя. Но если ты чувствуешь, что он говорит правду, дай ему шанс. Крис, привет. Вот это, это мои анализы, которые я уже сдал. Я правда очень хочу быть там с тобой. И держать тебя за руку, когда ты будешь рожать наше чудо. Как бы это ни было ужасно. Но если ты чувствуешь, что человек тебе чего-то недоговаривает, как бы сильно ты его не любила. Всегда будь начеку и смотри глубже. Прошу украсть тебя с утра перед работой на кофе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Марина, нам надо с тобой поговорить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА